Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Как узнать свое предназначение? Какая юность не завдумывается об этом? Не так часто бывает все крайне очевидно, и с измольства ребенок уже нацеливается на то или другое служение, быть врачом или космонавтом, спортсменом или музыкантом, хотя способности в юности, уже проявляемые при самых молодых годах, часто указывают на то направление, которое предназначено человеку в качестве его служения. Что же такое предназначение? Это какая-то неотвратимая и установленная свыше неизбежность, либо это добровольный выбор человека? Нажно говорить прежде всего о двух предназначениях. Первое — это земное служение, в котором мы призываемся к разным способам и степеням служения Богу и ближним. В разных профессиях подвязаясь, люди служат ближним и на своему спасению исполняют заповедь Божий в поте лица твоего, снеси хлеб твой. В этом смысле призвание бывает разное. Его узнать можно, советуясь, с опытными, наблюдая за своими склонностями и способностями, заботясь о том, чтобы твоя жизнь была действительно полезна, и не только для твоих удобств, и не столько для них, сколько для пользы ближних. Итак, усматривая для себя поприще служения, человек определится к времени учебы, уже более серьезно и профессионально сориентированной, в том, каким путем ему идти, в какой вуз поступать, под мастерьем к какому мастеру устраиваться, чтобы в жизни искренно и усердно послужить на выбранном профессиональном пути. И это призвание не является предначертанным, оно сообразовывается с человеческим желанием. И Господь устраивает пути человека, сообразуясь с его возможностями и с теми дарами, которые получил человек еще при своем происхождении. Ибо мы с вами различаемся по дарам, что подтверждает апостол Павел, у каждого свой дар. У одного такой, у другого другой один может прожить в девстве, а другой может, являясь многодетным отцом, трудиться на поприще раздаяния излишков своего имения нищим и этим снискать божественную благодать. А вот иное предназначение, которое касается всех нас, это предназначение к вечному спасению. И нет человека, который был бы отвергнут Господом, кроме тех, кто сами этого не захотят. Поэтому запомним, что наше предназначение во временной жизни сообразовывается с нашим желанием послужить ближним и с теми способностями, которые в нас заложены, Богом при нашем сотворении. А вот высшее призвание касается всех. И нет кого бы то ни было, кроме незахотевших, кто был бы отчужден от этого божественного призвания. Вы скажете, а как же целые народы и рождались, и уходили в вечность без малого намека на проповедь евангельскую, на луч, просвещающий их тьму языческую, скажем так, как ответил Господь, испытывающему судьбы Божьи преподобному Антонию, «Себе внимай, а то не твое дело». И каким образом могут быть призваны бесконечно многочисленные народы, среди которых свет Христов так и не воссиял, конечно же, знал Бог, но таково уже устроение людей этих народов, что и пошли он к ним, проповедников, то поступили бы с ними, как хотели, то есть к сугубому своему осуждению. Потому и успокаивает нашу напряженную мысль по этому поводу апостол Павел. Кто в законе согрешил, тот по закону будет осужден. То есть те, кому были очевидны пути Господни, кого призывал Господь либо ветхозаветными пророками, либо благодатью новозаветной, и кто не захотел, тех, конечно же, самая эта благодать ими пренебреженной будет обличать. А вот если кто вне закона, имея, тем не менее, свободу нравственного выбора, уклонился к злу, тот будет осужден по этому самому закону совести. Таким образом, для всех народов Господь оставляет праведный суд свой в соответствии с расположениями людей. И те, кто мог принять Господа, те, кто в любом народе стремится жить по совести, угодно ему. И каким образом является милость Божия и благость Его на таких отдаленных, как нам кажется, по видимости, людях от Христа Спасителя, от Церкви Православной, бывает нам вовсе неведомо, но Богу известно, каким образом будет Он реализовывать свою снисходительность и милость к тем, кто ее окажется достоин. Эту мысль подтверждает и святитель Феофан Затворник, говоря, что у Бога нет иного дела, только бы миловать и миловать, лишь бы человек хоть какую подал к тому зацепку, какое-то основание для этого. А Господу нужно для его милующего действия движение со стороны свободной воли человека. Если же этого движения от человека нет, то и сама любовь Божия, чуждая насилию, не окажется полезной для человека. Не случайно заметил чудный проповедник средневековья епископ Илья Минятий, что кровавый пот на лице и теле Спасителя, им пролитый в Гефсиманском саду, означал не его страх перед грядущей, уже столь близко приблизившейся к нему смерти, а от скорби о том, что предоставлен, теперь предоставляется принесением этой великой страшной жертвы, Агнца Божьего, берущего на себя грехи мира, предоставляется возможность блаженства и вечной жизни для всего человечества. Но этой возможностью, знает Господь, почти никто не воспользуется. Так ожесточено человеческое сердце, так не хотят люди для самого себя блага вечной жизни, что и свет Евангелия, что и самое служение Христа Спасителя останется для большинства человечества в пренебрежении, хотя в нем есть все необходимое для спасения каждого человека. Таким образом, предназначение каждого из нас к вечному спасению, но оно не явится для нас без нашего собственного к тому произволения, подтвержденного и самой жизнью своей. Субтитры создавал DimaTorzok